Ваххабизм 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 и не прятать голову в песок. И второе – это действия. Понятно, что простых решений здесь нет в этой сфере, применительно к Поволжи, применительно к Северному Кавказу. Исключить возможность покровительства радикального политического исламизма в верхах на уровне высшей государственной бюрократии, на уровне религиозного духовенства официального российского. Изменить миграционную политику, потому что долгосрочным фактором риска распространения радикальных идеологий на исламской почве, я вот так скажу, даже не радикального ислама, а именно радикальных идеологий разного плана именно на исламской почве, является массовой эмиграцией в Россию, потому что эта среда, среда эмигрантов, является прекрасной средой для распространения такого рода течений и движений. Это люди обездоленные, это люди, которые испытывают солидарность друг к другу, силу положения, в котором они оказались. Третья группа действий, мер, которые должны быть приняты, касается положения русских в национальных республиках. На мой взгляд, возможно, не все авторы с этим согласятся, присутствие русских в регионах в конечном итоге равнозначно присутствие российской государственности. Если русские уходят, стратегически уходит и российская государственность. Может быть, не один момент, но на следующем шаге или через шаг, через итерацию. И четвертая группа проблем, о которой хотелось бы сказать, которая требует и допускает именно незамедлительное решение, которое операбельно уже сейчас, на мой взгляд, именно сейчас, хотя уже находится в тяжелой стадии, но еще операбельной, на мой взгляд. Это экспансия кланов экономики Северного Кавказа в приграничные регионы. Ставрополье, Краснодарский край, Ростовскую область, Астраханскую область. Эта экспансия вредит и республикам Северного Кавказа, и русским областям. Директор ФСБ, выступая в начале этого года, говорил о том, что террористическая география у нас расширяется, захватывает Сибирь, Дальний Восток, Урал. И вот в этом году были зафиксированы первые бои-столкновения уже в Ямал-Ненецком автономном округе. А в прошлом году Татарстан уже окончательно был внесен в эту зону повышенной террористической активности. Что с этим можно делать? На самом деле у нас есть в России один регион, в котором эту проблему по большей части решили. Это Чечня. Рамзан Кадыров сразу сказал, что террорист это ваххабит, а ваххабит это террорист. На предмет того, что у нас террористы не имеют вероисповедания, с точки зрения Кадырова имеют. Я с ним согласен, поскольку национальный состав там весьма разнообразен, а вот состав религиозный у террористов совершенно не разнообразен. Конечно, без запрета ваххабизма проблему эту решить не удастся. Даже запрет ваххабизма не гарантирует ее быстрое решение, но дает хотя бы какие-то для этого возможности. Поскольку у нас даже диагноз поставить существующей болезни зачастую затруднительно. Есть очень мощное лобби, которое резко возражает против любой попытки этот диагноз поставить. Просто дать определение, что такое ваххабизм. Чтобы ваххабизм надо запретить, надо дать определение. Против этого активно воюют. К счастью, пока это еще лечится. Проблема в том, что многие чиновники боятся с ними нормально бороться. Кто-то боится по причине физической. Ну вот Михаил правильно сказал о бомбистах, без которых, наверное, революции бы и не было. Тысячи чиновников и правоохранителей тогда погибли. Лучшие, кстати, представители чиновников и правоохранителей. А уцелевшие уже 10 раз подумали, а стоит ли бороться с этими террористами-народовольцами. А некоторые чиновники другого характера боятся за какие-то бизнес-интересы. Они боятся, что это война с теми же террористами. Какие-то мифические транши Саудовской Аравии, Катара сорвет какие-то сделки. Сделает невозможным проведение каких-то мероприятий, открытие каких-то курортов. И вообще, вот они говорят, давайте, чтобы все было тихо, без скандалов, давайте как-то ищите новые методы борьбы. Давайте, вот не надо нам, так сказать, старой проверенной методики уничтожения террористов. Давайте, вот у нас 21 век, ученые, придумайте что-нибудь принципиально новое. Вот придумайте, как нам террористов переубедить дешево, быстро и без проблем. Но главный ответ, конечно, что это будет очень непросто. И рецептов универсальных, рецептов быстрого исправления ситуации тут нет и быть не может.